Волчий район, там достаточно двух, которые не выгодят. Юбилейный район, дети обслуживаются в третьем. В третьем речении, в юбилейный район. Сейчас специалисты именно, все обслуживайтесь у специалистов. Всех уволили, осталось на весь район, на весь Волчий район. Осталось один невролог моего возраста, кстати. Один офтальмолог, опять же, пенсионного возраста. Тех уволили. Всех уволили. Автормолог, российские. Она сказала, ты мне не нужна, увольняйся. У меня свой есть, такой есть. Вот наша покупка рассказала. Хирург один принимает раз в неделю, в среду. Раз в неделю. А можно пригласить вот туда вход, чтобы нам на промозе не стоять? Есть вопросы определенные. Здесь закрывается поликлиника в связи с протечкой. Насколько я поняла, так? Как вчера сказали, протечка, насколько она приостановлена деятельность? Потому что в таких условиях проводить приемы детям нельзя. А в понедельник там написано, что все переведены на лодку. Протечка началась только сейчас, но вы уже летом приходили сюда, и все заставляли писать по собственным желаниям. Почему? Вера Федоровна летом, но того отношения к учреждению не имела. Это ваша фантазия. Вот эти, кто работает, не скажут, да? А вот кто уже уволился, или вот а что к унисту сказали, мне не нужна заклеповая. Количество специалистов сократилось вдвое. Согласны с этим? С вашей подачей. Почему уже летом описывали имущество? А какое имущество описывали? О чем говорите? Вы только услышали об этом? Да что говорите, инвентаризацию проводили, все туда. Инвентаризация, описи имущества, к чему имеет отношение? Все для третьей поликлинии. Для бухгалтера. Если это два здания, и, например, если есть там несколько зданий, например, да, я понимаю, там, и руководство оптимизирует, да, то есть, например, врач, главврач остается один, но специалистов не становится меньше. Оптимизация становится меньше, подразумевает. Но вот это, в принципе, как бы нормальная тема, когда специалисты остаются и не ущемляются дети. В данном случае нет половины. У нас нет специалистов, все наши специалисты. Количество, вот, для меня, мне будет интересен этот вопрос, я, конечно, все равно еще буду разговаривать именно, вот, именно смотреть вообще все документы. Почему и на какое количество детей, и по каким нормативам, и так далее. Почему произошло то, что сейчас говорят родители. Это я, как бы, я обещаю вам, что я обязательно посмотрю и во всем разберусь. У нас огромное количество было письменных обращений, и в том, что они передавали, сейчас они про больницу. Вы только что меня спрашивали про больницу. Сейчас он меня перебивается, стыкается и говорит, что говорится про полицейник. Давайте отдельно посмотрим по больнице. Послушайте, ну так же, пояснись. Вот, у меня объединили. У меня еще раз вопрос. Здесь остается педиатрическая служба или не остается? Мы уже сегодня были в третьем полицейнике, на приеме. Ни к нам вопрос. Ни к вам вопрос. Вот здесь остается педиатрическая служба или нет? И если это, да, если остается, то... Татьяна Николаевна, значит, что понятно? Суть о том, в той ситуации, которая сложилась в МЧС, по отоплению, на сегодняшний день здесь оказывать медицинскую помощь детям нельзя. А это заключение? Можно мне договориться? Просто вчера его так же не было. Можно мне договориться? Поэтому... Мы с отбросимся. Просто еще голосом. Мы с отбросимся. Поэтому на сегодняшний день организовано оказание медицинской помощи на базе третьей детской полицейники. Вы сегодня были в полицейнике? Вам оказали медицинскую помощь? У вас претензии какие-то были по оказанию медицинской помощи? Вы видели, что туда выезжает представитель Минздрава, да, потому что общались, смотрели, коллеги, сколько человек. И каждое утро будет там. И каждое утро будет там. Постоянно. 23-21-03. Один телефон на 10 тысяч на север. Да, вот один телефон. Да, вот один телефон. Один телефон, два телефона. Да, два телефона. По одному идет запись, по второму идут. Вы можете в это прощаться. Госуслуги не работают.